Девушки отдыхают И с нами по скайпу, как обещались, с прошлого выпуска Дарья Сазонова Даша, ну поздоровайся Привет 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 И сегодня у нас необычный вопрос-ответ, поскольку, наконец-таки не только я буду мучить Дэнова опоросами Наконец-то хотя бы сейчас тебя будет видна всем, хотя бы твоя рука Мое плечо Мое плечо Да Ладно, я шучу И у нас первые вопросы Я готов, наверное Даша, ты обещала начать, давай Ты спал и на уроках, и на парах Я спал и на парах, и на уроках я спал, и во время, и после, и я всегда сплю Ну, зная твое стремление проспать всю жизнь, я не удивлена Кстати говоря А у меня такие вопросы, чисто для взрослых Да, 18 плюс Да, ну мы поставим вам рейтинг на это видео Готов ли ты купить проститутку? Нет, мне это не надо А вдруг? Нет, даже не вдруг А, ну мне не надо Зачем? У меня есть девушка Зачем мне проститутка? Даже если девушки не будет, я могу найти девушку Для того, чтобы мне не покупать проститутку Не надо так на меня смотреть Да что-то все на себя теперь Ладно, хорошо Мечтать не вредно, отстань Ой! Мне прям мечтать не вредно Ой, я сейчас встал Все, давай, ладно, иначе мы будем это вырезать Даша, задай свой вопрос Все Готовить умеешь? Да, и очень хорошо Что именно? Все Я умею готовить все Все, что в душе угодно И очень вкусно Вот, да Лилиана знает Так, это мой вопрос Что важнее в отношении к сексу или романтика? Романтичный секс Выкрутился, как всегда? Как всегда, я по-другому не умею Если бы выиграл миллион, на что бы ты его потратил? На себя любимого Нет, я не знаю В детский дом что-нибудь Отдал бы По-любому Полляма Ну, возможно, даже полляма Приют для бездомных животных Я бы что-нибудь дал бы Ну, и себе что-нибудь купил, ну, на группу потратил бы деньги Водителям бы помог Вот, кстати, о деньгах Тут есть такой вопрос Сколько бы денег ты готов потратить на ухаживание за девушкой? А сколько угодно Папус, папус, папус Папус, папус Нет, серьезно, я тратил большие суммы денег на девушек Где? Да Времена прошли Ну, не попала ты, извини Ну, не везет мне, как всегда У тебя есть друзья, с которыми ты знакомишься еще в школе и до сих пор дружишь? Да, две одноклассницы. Таня и Оксана. К сожалению, с... А, мальчик есть один, Ваня Загорельский. К сожалению, с другими не общаюсь, потому что большинство из них скурились, наркоманились. Но у всех, в принципе, другая уже жизнь. Дай бог, чтобы у всех сложилось. У каждого своя дорога, да. Поэтому... Нет, такой вопрос. Что для тебя главное в сексе? Задумался. Секс. Гамжук он был. Да. Нет, но он есть. Он имеет место быть. А что главное, наверное, чувства душевные в плане. Я не могу переспать с девушкой, если у меня нет такие чувства. Это прошло уже. Отгулял в своем. Да, я отгулял в своем. К Хэллоуину готовишься? Да, к выступлению готовлюсь. Вон, мы уже масочки прикупились. Что там будет? Я там буду выступать. Ну, я знаю. Вот, буду петь кавер от Охи-Отель. Да, кстати, вот как раз еще один пиар 31-го. 31-го октября. 18.00. Энди Бар, Санкт-Петербург, Лиговский. 53, по-моему. Слушай... Если я не ошибаюсь. Короче, вся информация в группе. Все нормально. Да, я там буду выступать. Но лицо вы все равно не увидите. Вот масочки лежат, вот они вот. Хватит, хвастится уже. Клевые маски, ну. Да, прыгал возле почты. А, маски пришли, маски. Какие клевые маски. Куда бы ты сводил девушку на первое свидание? В зависимости от девушки. Все зависит от нее. Кто-то любит театр, кто-то любит клубы, кто-то любит прогулки на природе, кто-то любит дома посиделки. Это может быть все, что угодно. Я могу сделать шикарный романтический ужин дома. При свечах могу отвезти девушку в ресторан. Мы можем с ней сходить на концерт. Можем просто прогуляться по парку. Ну, фантазия у меня работает хорошо. То есть, не, ну, если бы ты делал сюрприз? Ну, так зависит от девушки. Для того, чтобы везти девушку на первое свидание так, чтобы ей понравилось, в этом надо знать девушку. Какое время года больше всего нравится? Я люблю лето. Я очень люблю лето, потому что я мерзляк очень сильный. И я боюсь холода. Я не люблю холод, на самом деле. Я очень сильно мерзну. Я уже сейчас, на данный момент, я хожу в зимние обуви. Как Кенни в капюшоне. Да, и в капюшоне. Потому что очень-очень холодно. У меня уши мерзли. Они мне еще нужны. Мой вопрос, да? Куда пропал 2012 год? Убежал. В конец света он пропал. Что изъеды терпеть не можешь? Печенку. Человеческую? Любую, вообще. Я не ем печенку вообще ни в какую. Нет, я могу поесть мамину печенку. Чуть-чуть. Совсем какую-то маленькую. Ну, в плане, ту, которую мама готовит. Блин, ту, которую мама готовит. Вот ее я могу поесть. Вообще, а так, уфу. Вот внутренности, типа там, сердечки куриные. Вот эту вот все хрень я вообще не ем, не люблю. Устяйте. Ууу. Устяйте. Ууу. Как засунуть в воздушный шарик другой воздушный шарик? Растянуть первый воздушный шарик, надеть второй воздушный шарик на пальчик. Сунуть пальчик с воздушным шариком во второй воздушный шарик. Во самый небовой? Ну, как уху. У кого, на сколько пальцев хватает. И выточить. Спасибо. Ты пробовал, что ли? Нет, это теория. Ну, что, я тебе устрою практику. Принесу шарики. Как вернуть 2007-й? Все зависит от нас, если говорить, например, о группе Токио-отель. Вернуть 2007-й совсем не сложно. Поймать Билла, запереть, чтобы у него отросли волосы, покрасить в черный. Он будет его сбрасывать. Он же буйный. Смирительная рубашка. Все хорошо. Ладно, ладно. А если вообще говорить о времени 2007-го года, то, ну, блин, зачем возвращать прошлое? У нас есть будущее и настоящее. Надо жить тем, что есть сейчас. Что было, то прошло. Философ. Проснулся. Да. Хорошо, такой личный вопрос. Было ли такое, что девушке не понравилось тобой в постели? Нет, ни разу. Давай, призавай. Нет, на самом деле, ни разу. Нет, не было. Ни разу. Вообще ни разу. Ну, по крайней, я этого, по крайней мере, не слышал. Никогда, ни от кого. И даже до сих пор смелюсь. Нет, никто не говорил. Вообще, даже слухи такие не доходили. И даже был такой момент, когда я расстался с девушкой. Я был у нее первый. И она начала встречаться с другим. Ну, у них там тоже личная жизнь, все дела. И она потом стояла и говорила, блин, круче Дэна, все равно нет никого. Я такой, да вот он меня до сих пор за это убить хочет. Вот. Ну, знаешь, кто такая Иви Каулис? Как к ней относишься? Кто? Иви Каулис. Иви Каулис? Нет, не знаю. Знаю Лизу Каулис. Я ее люблю. Этого достаточно. Этого достаточно. Она мне, сучка, изменяет с Биллом. Ой, 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 горе-горе себе. Харай рыдать. Ты, мужик, соберись. Не будь тряткой. Мужскую скупую слезу. Все, я ее готов. Дэнчик. Да. Как романтично разбудить девушку. Завтрак в постель, нежный поцелуй. Можно погладить нежно по руке или по лицу. Ты чего такой при этом мечтательный взгляд у тебя? Давно девушек не будил. Да. А то есть, вот это вот утреннее сдергивание не из дивана, не пятикоса для талантин. Лиль, это не романтично. Ну да, я признаю, мне не понравилось оказаться на полу резко и без поворотов. Я с тебя дергиваю одеял, потому что я хочу кофе. Но есть ли у тебя мечты, которые ты уже воплотил в реальность? Да, я создал группу. А потом вторая мечта, я ее возобновил. После того, как она распалась, я переехал в центр города. Я скоро выступаю и скоро мы снимаем фильм. И вообще вот мечты вот прям идут. Скоро проговариваются. Да что, я уже написал как-то в твиттере о том, что мы скоро будем снимать фильм. Я же не говорю, что это за фильм. Я не говорю, о чем он будет. Да, спел припев, прочитал припев этого, как саундтрека, но он ни о чем не говорит. Интрига, интрига. Поэтому интрига до сих пор осталась. И это будет первый раз, когда я покажу свое лицо. Ой. Да. Рискнем. Жизнь. Да, своей. Следующий вопрос. Почему или кому скучаешь больше всего долгими зимнями, вечерами? Ну, по маме. Потому что в последнее время мы редко видимся. Может быть где-то скучаю по прошлым каким-то временам. В плане великого 2012 какого-нибудь года. Потому что... Ты же говоришь, надо жить дальше, в будущем. Нет. Ну, скучать-то я ничего не говорю. Я живу в прошлом. Я живу в будущем. Я живу в настоящем. Но вот пока... Скучаю. Скучаю, да. Извините мне мой 2012. Да я нет. Я не прошу его вернуть. Просто было очень много того, что мне нравится. И мне это нравится. То, что осталось. Да, и сейчас в моем настоящем присутствует то, что было в 2012. Появилось. Какие-то отголоски. Типа Лиллиан Бекер. Ой, я колебала тебя нибудь уже. Да я не скажу. Ну так, временами. Причем, ну нет. Не, ну мост это ты трахаешь, конечно, как жена. Я ничего не делаю уже давно. У меня воздержание с этого уровня. Ты считаешь, что... Это воздержание с этого уровня. Это ничего. Ой, в смысле что-то долго. Мы, может, на рекорд идем. Не сглась. Тут просто поступил вчера Низдана. Негадный вопрос от Балыкавлец. Расскажи о девушке, с которой ты поторопился. В каком смысле? Не знаю. Вот я тоже не знаю, в каком смысле. В сексе я не тороплюсь. Потому что я один раз же сказал, что я быстро не умею. Тем самым отмазался. Такой же сегодня откровенный все-таки выпуск. Уберег себя от смерти. Психики. Да. И вообще. Вот. Ну вообще, в принципе, я... Не то, что очень сильно влюбчивый прям так. Ну, мне много кто может нравиться и поторопиться сказать о том, что вот у меня есть в тебе чувства. Я могу. Но я стараюсь этого не делать. Поэтому таких девушек может быть много. Я не знаю, если конкретно, с какой девушкой я поторопился. Ну, я не вижу смысла называть имена. А любим, любим, все их соберут. Я их вместе соберу. Это как там правильно. Вот. А что мы скажем нашим дорогим, кто это будет смотреть зрителям напоследок? Занимайтесь сексом с любимыми людьми, любите друг друга, будьте счастливы. Эй. Берегите маму. Да, и любите своих родителей, потому что они у вас самые близкие родные. Вот так, вот с вами были Сазонова. Эй, покричи нам, помаши. Пока. Вот этот вот чувак Дентьер, который сейчас помашет. Что ты делаешь? Я пытаюсь как-то помотать руками. Уйми свои шаловливые ручки. Ты же... Господи. Ну и поэту... Тадам-тадам-тадам-тадам-тадам-тадам. Тадам-тадам-тадам-тадам-тадам. Господи. Боже, я щас... Ай, ты маску мою не трожь. А это была рука Лилен Бекер. Да. Не, зарика. Так, мой, Грид и трожь маску. Всем пока, всем. Всем пока. Всего хорошего. Так, отк... Чей, вопрос я потеряла почку. Ухахахахаха. Я хотела сказать цепочку. Где деньги? Ты почку потерял, где деньги? Что вы творите? Мы оговариваемся Елена сказала, что она потеряла почку Я хотела сказать цепочку событий Кто задает вопрос? Странно Что-то связано с мозгом, ну ладно